Автобиография И скучной добропорядочности Я вас провожу кипеть Эдуард Жуакин Корбьер Родился в 1845 году В городке Марле В Британии Его отец Жан Антуан Морской волк, капитан дальнего плавания Человек вольный, бесстрашный Романтик Много путешествовал, отсидел кстати в тюрьме Затем уставший от долгих странств И обосновался в маленьком городе Марло Где женился на будущую матери Тристиана Анжелики Корбе Пьюио Которая была младше мужа на 33 года Всего в семье было трое детей Самого старшего из которых был Тристиан Тристиан правил свое детство В поместье Ланей Неподалеку от Марле Когда ему исполнилось 14 лет Его родители решили отправить сына В императорский пансион Сен-Брио Но учеба была прервана В связи с болезнью Суставным ревматизмом Впоследствии перешедшим в чахотку Он был вынужден отправиться жить К своему дяде врачу У которого был собственный дом В Нанти Там же он поступает в местную школу Но уже через два года Болезнь заставляет снова прервать занятия Чтобы как-то облегчить страдания Корбеер подправляет с путешествием По теплым морям Но оно не приносит каких-либо видимых улучшений Отчаявшись он решает Поселиться на берегу океана В городке Росков Где у его отца был небольшой дом Здесь часто он выходит в море На маленькой яхте своего отца Рисует Начинает писать свои первые стихи Местные жители звали его по-бретонски Ананку Что в общем в переводе означает Призрак смерти Христиан сам признавал, что был некрасим В чем-то даже страшен Худое тело, большой рост Расклокоченные волосы Он считал себя никчемным Неприспособленным к жизни человека Мудил, которого чтение и творчество Справляется в долгое путешествие С одним из знакомых поэтов Там он знакомится с графом Рудольфо де Баттином И его возлюбленной итальянской актрисой Армидой Жозефиной Кучиани Которая выступала под сценическим псевдонимом Эрмини Ее Карбиер всегда называл Марселлой Он влюбляется в Кучиани Эта любовь определяет его будущее творчество Справляется в Париж Но отношения не складываются Вскоре итальянская актриса уходит от больного поэта В 1873 году Карбиер Упускает на деньги своего отца Свою единственную книгу «Кривая любовь» Она осталась совершенно незамеченной в Париже И Тристан возвращается в Британию Здесь он вновь пробует сочинять стихи Но у него ничего не выходит В 1875 году Эдуард Жакин Корбиер Умирает в чахотке под крышей собственного дома К книгу «Кривая любовь» Вошло практически все написанное поэтом В нее не вошли лишь несколько юношеских стихотворений И 12 стихотворений, которые были найдены И опубликованы посмертно В 1891 году она была переиздана Стихи Карбиера переводили на русский язык Кинокентий Анинский, Иван Тхаржевский Сергей Бобров, Бенедикт, Лившис и другие Ну вот примерно все о биографии Тристиана Карбиера Так написано в екипедии А теперь я не скатил бы немножко почитать его стихотворение Который нашел, ну вот первое стихотворение Здесь нищие славы на полушку Увидеть театр и умереть В бордель ночешку на сцену Знать путь один такую цену За миг бессмерти платишь ты Твой выход торжество финала В тебе уже летят из зала Свист и бумажные цветы Интересное стихотворение называется Памяти блудницы из предместия Богачка 20 лет и была Со мной 20 франков было Мы жили вместе той весной Наш кошелек почти пустой Ночь кредиторша разорила Луна монеткой золотой Его протерла за луной Из кошелька в дыру упала Все то, что там судьбой было Все 20 весен до одной Все 20 франков, все что было Дыру продела за дырой Из ночи в ночь вслед за луной Все, что не стало нам судьбой Потом еще не раз так было Она была, как прежде было Всегда с собой, всегда шаленой Она себе не изменила На баррикадах той весной Потом охота под луной На первых встречных Вновь как было А после общая могила Безлунной ночью даровой Такой стихотворение Следующий называется Трубка поэта Я трубка бедного пиита Ему я нянька и защита Когда химерой черной тучей Опять сгущается над ним Я в потолок пуская дым Чтобы он не видел рой паучьи Зато в дыму встают миражи В пустыне ввысь небес пейзажи Весь мир лежит у грешных ног Тень прошлого плывет клубами И он впивается зубами В мой безответный черенок Еще затяжкой готовы С его души упасть оковы Я гасну, сон его глубок Спи, боль, как зверь попала в сети Весь мир опутан сном густым Спи, если все на свете дым То дым и вправду все на свете Такое стихотворение Жаба Крик точно полночь гробовой На ветви с каменной листвой Луна бросает блеск мертвящий Не крик, а эхо, что живьем Погремено в лесу глухом Сюда, я здесь, я в этой чаще Там жаба Нас ли ей спугнуть Холодным страхом темной силой А соловей болот бескрылый Поэт пропащий Ужас, жуть Какая жуть Поет маня Вон глаз ее горит во мраке Но нет, она уже во враге Прощайте Это жаба и я Следующее Ну что ж, потешимся отравой Шут, мефистофель Дай вина Чтоб сердце пеною кровавой Пошло сквозь зубы, как слюна Любовь к чертям Такой забавой Не жить Грядущая цена Тебе ты сам Вонючей славой Наполни грудь Свою до дна Довольно Кончена пирушка С ума Последняя подружка Дружок Последний пистолет Спустил крок И нет, как нет И доживая без оглядки Похмели Пей Судьбы Остат Стихотворение в переводе Из нового А вот стихотворение Называется Странная женственность Извечно женское Моно для простофиля Вели Любой из нас Запрыгает, как шут Мы декорации Из цены Оплатили Там примет Плоть твою Как дар Бестыж блуд Рогами нас Венчай Своё презрение Выли на евнухов И пусть С твоих капризов Кнут Нам спины Обожжёт Высмеивай Бессилия Тех, у кого В душе Надзор И сыска Живут Что Непонятно Нет и мне Будь Валаокой Красоткой Пошлой Мой И пьяной Нас жестоко Секил Ладык И слух Раздев Нас догола Затем Узыска Наумури Пав на колени Как гладиаторы На цирковой арене Тебе, как им Не знать Иного ремесла Такое стихотворение Называется Странная женственность Вот ещё На стихотворение Перевод И снова Называется Гнусный пейзаж Пыль Прах Исприхивает Глухо Как похоронный Звон Волна В трясине Набивает брюха Червями Жирными Луна Здесь Проклят Огонёк Болот Плодит Корячку Тишина Здесь Заяц Словно Тень Бесплотный Гниле Трясётся До темна Здесь Прачка Белая Старуха Под Хлам Расстилает Жабей Слип Стоит В болоте И певица Спешат Кая Сгромоздится Как на скамьи На каждый Гриб Ну, такое Жутковатое Ститворение Следующее Ститворение Называется Посмертный Сунет Спи Вот твоя Постиль Обедай Вот твой Стул Кто спит Тот сыт Трава Сладка Тебе Как Ванна Спи Будешь Ты любим Как всякий Кто ушёл Как та Что дальше Всех Сильнее Всех Желанно Спи Скажет Про тебя Он жизнь Порожил Горя Он звёзды Оседлал Он не страшился Терни И ангел Потолка Твой бред Эжевечерний Уже спешит Паук На ниточке Паря Он ткёт Тебе Покров Кто Поцелуй Даря Тебя Благословит Не о таком Лидаре По смертной Участи Ты грезил Втихаря Тебе Проломит Нос Кадилом Полным Гаре Сладчайший Аромат Для краснощёкой Хари Пришедшего Тушить Огни Пономаря Жутковатые Сихотворения Конечно Следующее Как здесь темно Дитя Ловит Зарниц Ни дня Ни ночи Темнота Бескрая Лишь тени В глубине Твоих Глазниц Опять Проходят Клятвы Повторяя Ты слышишь Их шаги Как пение Рая Стопы Любви Воздушные Крылья В птиц Как здесь темно Дитя Ловит Зарниц Ты слышишь Их слова Омгла Глухая Спи Невесомой Тяготой Громниц Теперь уже Не кинет Проколенная Дружок Твой Камнем В этих Глубиц Как здесь темно Дитя Ловит Зарниц Жутики Следующее Творение Называется Наигрыш По чьей Любви Нелепый Фантазер Спи В лопухах В зеленых Одеялах Где Тренькая На маленьких Цимбалах Спает Те Цик От Веселых Хор Раскинет Ландыш Белоснежный Флер Среди Рост Печальных От Рассвета Алых По чьей Любви Ну и вот Наверное Последнее Створение Которое Я хотел вам Прочитать Называется Покойничек В насмешку Вперед Проворный Бродобрей Комет Твоими Волосами Станут Травы Из глаза Брызнут В ямы И канавы Болотные Огни Твой Тайный Бред И незабудка И кукушкин Цвет Наливца Смехом Куб Твоих Трухлявых Цветы Могил Ты Выведешь На свет С тобой Легко Могильщиком Поэт И гроб Твой Вроде Маленькой Забавы Футляр От Скрипки Слабый От Звук Славы Ты Мертв Глупцы Мещане Вот Ответ Вперед Проворный Бродобрей Комет Вот Человек Но это Мое Мнение Так Сегодня Мы Познакомимся Немного Автобиография И стихами Тристиана Кобьера Французского Поэта Символиста Представителя Группы Проклятых Поэтов Все Всем пока Всем привет До свидания Продолжение следует